Мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определились, что в рамках строительства союзного государства нам предстоит многое сделать. И помните, тогда мы наметили 28 союзных программ. Те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, здесь как раз вы сказали, ну если не можем, почему мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ, почти на 80% они реализованы, в основном правительствами. Ну и вот наши частые встречи, журналисты на это часто обращали внимание, как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при выполнении программ. Если где-то они споткнулись, уперлись в правительствах, мы сразу встречались и, принимая решение, давали им ход для реализации этих программ. Поэтому мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами. И завтра я так готовлюсь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть, появляются все больше и больше, поскольку мы развиваемся. Да и подкидывают нам эти вопросы. Я внимательно наблюдал вашу поездку в Тулу. Очень правильно, хорошая поездка. Ну и опять же, и уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя пример сельского хозяйства. Ну все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России, когда такое было. Такой урожай огромный. Цена падает. Да, поэтому точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули, да, будет непросто, ну а когда было просто. Мы выдержим и сделаем все. Даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможности работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Ну а завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят.